Почему тогда это важно там, где люди 90% говорят по-русски, смотрят 90% людей на русском языке, и им запретили это. Им запретили, вот после этого они восстали. После этого простые люди, шахтеры, взяли оружие. Сейчас у нас были здесь семья, они пошли на пляж, они 4 дня в Израиле, в Донецке. Они побежали оттуда и сказали... Я спросила их на телевидении, вы видели там солдатов российских? Я вот хочу узнать. Они говорят, мы не видели российских солдатов, мы не видели танков российских, мы видели только украинские самолеты, ракеты на нас сбрасывали, и все. У нас очень много погибло людей. Я знаю, что происходит много, но почему тогда много солдат, что это русские солдаты? Потому что это кому-то выгодно. Наверное, это кому-то выгодно, против Руси, против России идти. Вот и все. А кому это выгодно, это вопрос. Кто, кто хочет войны? Кто хочет, чтобы ситуация обострялась в мире? Кому это надо? Мы тоже хотим узнать это. Для нас это тоже вопрос, и мы сегодня здесь показываем фотографии, но не хотим войны. Мы хотим попросить Порошенко, президента Украины, прекратить бомбить Донбасс. А теперь вы хотите мне сказать, что то, что там происходит на Украине, Путин не виноват? Послушайте, мы не берем Путина. Путин это Россия. Это Украина. Но почему он занимается территорией Украины? Вы видели? Я с тобой разговаривала в одноклассниках. Я не знаю. Как ваша история? Я думала, что да. Можно я? В Вашингтоне. В Вашингтоне. В Вашингтоне я с тобой разговаривала в одноклассниках. Я Юлиана. Вот скажи, пожалуйста, я там не была, я не видела. Ты там не был, ты не видел. У нас люди, которые оттуда приехали. У меня есть друзья до сих пор. В Донецке. Не в Киеве. Не, не в Киеве. А вот отсюда. У меня есть знакомая, знакомая Крымская область. Она мне все рассказывает. Крымская область. Я в Крыме заканчивала мединститут. Окей. Но теперь это уже Россия, да? Да, я в Крыме. Там люди разговаривали только по-русски. Там все надписи на магазин только. И все... Всегда... Школы только русские. В Вашингтоне... Учи историю. Руси. Крым всегда был русский. Я знаю. Всегда. Это всегда был русский. Пооролись со времен, я не знаю, хана турецкого. Но они дали Украину, это... В Вашингтоне. Ты там не был, я не была. Но у нас люди, вот сидит женщина из Горловки. Горловка. Я знаю Горловку. Славянск. Донецк. Славянск. 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 Это люди, которые... Вот она маму свою сейчас привезла. И мы их все спрашиваем. Мы тоже хотим знать, что там. Мы не верим уже никому. Эти говорят то. Эти говорят это. Мы хотим узнать, что. Помогите. Они, которые приехали. Что они говорили? Давай спросим сейчас. Давай скажем по-другому. Антонина. Вчера в Киеве. Вчера в Киеве. Собиралось уже море людей. Уже люди потихоньку начинают... Антонина. А есть русские солдаты там? Нет. Там нет русских солдат. Нет. Никаких. Там есть журналисты. Там есть журналисты. Ни в той войне. Чтобы они не показали ни одного солдата со знаком армии. И о чем вообще речь? Почему люди квадратные? Где логика? А кто воюет? Скажи пожалуйста. Воют местные жители. Добровольцы со всего мира туда поехали. Которые против фашизма. И естественно воюют с украинской армией. Что все понятно и так. Не. Но он же говорит это Путина. А вот я говорю вот у нас девочка, которая приехала. Да. Ну какой Путина, если уже Америка сказала, что нет там? Уже все. Вы читаете в интернете. Америка уже сказала, что нет там никаким. Ну я... Окей. 18,9 кола. В полчаса сейчас Путина. В полчасапахIRE Путинаид articиралт, в чехе. Сейчас я понял что я приехал в этоACE. Какbroken и прорыв. Крова может поехать limpами.